Они встретились и поговорили обо всем. В областной библиотеке для детей и юношества перед маленькими ивановцами выступили сразу два настоящих писателя – Игорь Жуков и Игорь Карде. Оба приехали из Москвы на неделю детской книги. Авторы привезли свои произведения. Игорь Карде рассказал, что очень любит писать о животных. Звери в его книгах могут быть самостоятельными персонажами или верными друзьями главных героев. Один английский джентльмен сказал своей жене – послушай, Мэри, может быть, охотником стать мне? Я заведу себе щенка и стану с ним дружить. Гулять не буду по утрам и кроликов ловить. О да, – воскликнула жена, – пес будет чемпионом. И до успеха ко дворцу он будет приглашен. Должна ли современность проникать в детскую литературу? Вопрос неоднозначный. Безусловно, сюжет должен увлекать ребенка. Но, например, гаджет в роли персонажа книги – это уже лишнее. Что не вставлять современно, оно будет отпадать потом, если быть очень современным. Быстро реалии ведь отходят. Поэтому я, например, сказки сочиню. Сказки, они на все времена. То есть они не следуют быть чрезвычайно современным. Кстати, писатели не всегда выдумывают новых героев. Они тоже любят всем известных богатырей Бабу Ягу, Змея Горыныча. У Змея Горыныча с мыслями туго все три головы поругались друг с другом. А чтобы подумать об умных вещах, согласие надо иметь в головах. Все собравшиеся здесь ребята воспитываются в многодетных семьях. Старшие читают книги младшим. Например, про красную шапочку. Про волка и про бабушку. И чем там все закончилось? Закончилось от волка, потому что его убил разбойник. Войну мультфильмам детская книга пока не проиграла. Если с детства родители приучают ребенка к чтению, то и повзрослев он предпочтет телевизору печатные издания. В книге все более открыто. Мультики сокращают разные диалоги, слова. А в книге можно вечером сесть, почитать. 2 апреля весь мир отмечает день детской книги. Присоединиться к этой дате может каждый, почитав своему ребенку сказку на ночь или просто полистав любимую книгу из детства.